Ребята, всем привет! Несколько дней я не снимала влоги, потому что... Ну, потому что у меня не было настроения, у меня был джебот, так называемый. Кстати, я не помню, я во влоге это рассказывала или нет, мне кажется, что я уже во влоге это не рассказывала. Я не помню, но я себе подстригла волосы с това. Вот, и мне очень нравится, несмотря на то, что, возможно, не идеально, но мне безумно нравится эта длина, прям прикольно. И сейчас, вот, я вчера голову помыла, поспала, понятно, у меня тут все вот в таком состоянии, но, по крайней мере, они у меня не так сильно спутываются, как это было до того, как я их себе состригла. Состригла я, наверное, вот столько, не знаю, видно вам или нет. Вот, я не знаю, что я хочу по прическе, вообще я хотела себе накрутить волосы, не знаю, но мне кажется, что это будет долго. Но пока я буду заниматься своими волосиками, я хочу рассказать вам одну историю. Позавчера, или, да, по-моему, позавчера, я решила скачать себе Sims. Я захотела его купить, он не очень дорого стоил, обычный Sims 4 без дополнений, что-то там 400 с чем-то рублей. Он там по акции шел, скидка, все такое. Я такая, ну кайф, круто. Я его скачала, но я понимаю, что я уже играла в Sims 4, мне нужны и дополнения, я не хочу играть без дополнений. Дополнения уже стоят дороже, там 900 рублей, 700 с чем-то, в общем, разные дополнения, но в основном они стоят 1000 примерно. Вот, хотя тоже по акции, там скидка где-то 900 рублей на них получилась, но в любом случае я понимаю, что я хочу все дополнения. Чтобы купить все дополнения, мне надо будет потратить очень много денег. Буду ли я в это играть очень долго и буду ли я снимать очень много об этом роликов и смогу, типа, заработать, грубо говоря, с этих роликов про Sims и отбить, как бы, всю эту тему, я не знаю. Поэтому я психанула. Во-первых, я увидела, что некоторые мои знакомые играют в Sims, показывали обзоры там своей игры, у них там все дополнения. Я понимаю, что вряд ли они прям вот взяли и купили все, но я все-таки спросила у своих подружек, говорю, привет, а ты что, купила все дополнения? И подружки мне говорят, нет, мы скачали сторон, да, причем у них мак тоже, как и у меня, поэтому я, ну, понимаю гипотетически, да, что все это возможно, что это можно сделать, можно скачать, играть со всеми дополнениями бесплатно. Несмотря на то, что я больше люблю официальные версии, поскольку они не лагают и все такое, я ненавижу, когда что-то лагает. Ну и просто официальные версии, типа, ты думаешь, ну как так, надо же, официально все, но деньги-то тратить не хочется, тем более в такое время, дорогие мои, я думаю, что вы меня понимаете. Ну и вот, я все-таки решила выпрямить волосы, это будет быстрее. И я начала искать все дополнения в Sims 4, несмотря на то, что у меня уже был оригинальный, понятное дело, что я не буду дополнения неоригинальные добавлять к оригинальному Sims, то есть мне надо было скачать и игру неоригинальную. И я начинаю искать, ищу-ищу, качаю торрент, рутрекер или все, что там надо, потому что я это буквально недавно удалила, когда чистила комп, потому что я подумала, нафиг оно мне надо, я же ничего не качаю неофициально, оно у меня было давным-давно на компе и осталось. Ну и вот, в итоге все это скачала, я понимаю, что я не могу найти ссылку, не могу нормально найти, все на Windows, все на Windows, на Mac нифига не могу найти, но я понимаю, что есть. Потом, короче, я пишу Славе, то, что я не могу, у меня жизнь просто катится к чертям, без Sims, без дополнения, я не могу льзить, спать, есть, мне нужен Sims. Он на даче, на ноутбуке, находит, мне ссылку присылает ее, я качаю, там 40 гигов, качается достаточно долго, все, скачалось, думаю, кайф. К этому моменту я уже удалила Sims 4 оригинальную игру, удалила программу, через которую я играла в Sims 4, и что вы думаете? Качаю, качаю, в итоге нифига. После того, как у меня все скачалось, я нажимаю на файл, который должен уже потом произвести мне игру. Я на него, значит, нажимаю, и начинается какая-то проверка, видимо, файла, может, на вирусы, не знаю что, и в итоге он такой говорит, извини, вообще, не понимаю, ошибка там какая-то. Я понимаю, что пипец, 40 гигов, просто так я скачала себе на комп нерабочие. Я начинаю паниковать, психовать, записываю сторис в Инстаграм, типа, ребята, помогите, что делать, как скачать. Мне присылают разные ссылки, штуки, видосы, где как, в итоге. Есть какой-то видос на Ютубе, где девочка показывает, как скачать Sims. На самом деле, она ничего такого прям сверхъестественного не показывает, она показывает просто, есть ссылка в описании видео, качаем и ждем. Вот все, что она показывает, ну и потом, типа, открываете и играете, все. Ну, то есть, это, блин, я и вам могу сама показать, то есть, никто мне не показал мою проблему. И что вы думаете, когда я скачала по этой ссылке Sims 4, у меня произошла такая же проблема, несмотря на то, что я уже все удалила, что могло помешать открытию этой игры на моем компе, у меня все равно не получилось. Я на ночь поставила на загрузку все это, и когда я проснулась, я увидела, что у меня точно такая же ошибка. В итоге, что я делаю, я не знаю, как мне пришло это в голову, но я нажимаю заново, и там опять начинается эта проверка, которая у меня каждый раз выдавала ошибку. И там была кнопка пропустить, я думаю, а пофиг, что терять, пропускаю, и у меня все открывается, вы представляете? Точнее, у меня открывается тот, как раз-таки, файл, который эта девочка показывала в своем видео. Если вы думаете, что я уже играю в Sims 4, то это нет, не так. Сейчас у меня идет загрузка, у меня осталось 4 минуты, открывается вот такой вот файл, у меня появляется, я его открываю, вот здесь я вижу Sims 4, я его должна перенести на рабочий стол. Тут у меня тоже какая-то ошибка, я не знаю, что это, потом посмотрим, может быть, все это у меня в итоге не будет играться, открываться, и это будет грустно. Но что поделать, я сделала все возможное, поэтому сейчас остается 4 минуты, я безумно нервничаю, все это грузилось около 2 часов. Ну ладно, может, чуть поменьше. Но суть в том, что я уже несколько дней реально просто сижу и жду этого момента, когда я наконец-таки поиграю в Sims 4 со всеми дополнениями. Это убийственно, просто убийственно, это так мучает, так это бесит. Короче, я решила, что если сейчас у меня все не заработает, как бы грустно это ни было, но что поделать, я верну обратно оригинальную версию, потому что я ее купила, у меня есть страница на этом сайте, куда я могу зайти и просто опять загрузить ее, это будет не очень долго. И я решила, что все-таки я куплю дополнение, хотя бы одно, потрачу косарь. Вот, но я думаю, что все-таки, если у меня выйдет видео, как я играю в Sims, я думаю, что хоть чуть-чуть косарь хотя бы-то отобьется. Вот, но на самом деле, конечно, я это делаю не ради денег, но мне просто очень жалко тратить даже косарь на дополнение, хотя я хочу реально поиграть, но я переживаю, что я поиграю в это буквально пару дней, а потом забью. Скорее всего, так и будет, потому что обычно так и происходит. Я качаю игры, трачу на это деньги, в них немножко играю, а потом забиваю. Но мне так понравилось смотреть обзоры, как люди играют в Sims, точнее, одна девочка, Даша, по-моему, ее зовут. Я даже подписалась на ее канал, я смотрела у нее там, короче, летсплеи, и больше всего мне нравится, точнее, не больше, а просто я только смотрела про Sims. Она строила там Хогвартс, она строила там какой-то замок для принцесс. В общем, мне снесло крышу, и я смотрела очень много роликов на протяжении всего вчерашнего дня. Мне так это интересно, мне так нравится. Знаете, я никогда не смотрю летсплеи, реально, никогда, ну, мне это неинтересно. Но Sims мне так интересно смотреть, мне так было интересно смотреть, как она строит в ускоренном вот этом вот всем виде. И я тоже хочу так. И у меня уже даже были мысли найти ее в Инстаграм, у нее там была ссылка на Инстаграм, найти ее, написать ей в директ. Привет, ты меня не знаешь, я тебя как бы знаю, там видео твои смотрела, помоги по-образски. Насколько я знаю, у нее оригинальные версии стоят. Поскольку она вообще давно всем этим занимается, я увидела, что вот эти ролики, которые я смотрела, про дополнение, которое я хочу сейчас, она снимала об этом два года назад. И я понимаю, что игра давно вышла, дополнение тоже, но все-таки. В общем, я просто безумно нервничаю, поскольку я очень сильно хочу в это поиграть. И у меня остается три минуты, я не знаю, что меня ждет. И сейчас на ваших глазах просто развернется либо трагедия, либо счастье. Я не знаю, не знаю. Ааа, 42 гига. Вот, какие у меня новости. Ну, че уж говорить, все и так знаем, что у нас карантин продлили до 1 апреля, до конца месяца. Я не знаю, что сказать. Я очень, с одной стороны, рада. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что можно было, в принципе, даже всех посадить на карантин пораньше, чтобы меньше люди ходили и общались и все такое. Но, в любом случае, я очень рада, что все сидят, что официально все должны сидеть дома. Потому что не все люди понимают, как мы с вами выяснили, да, что нельзя выходить на улицу. Значит, можно, да, но не гулять и не жарить шашлыки. Опять не буду долго про это говорить, но просто хочу сказать свое отношение. Мнение по этому поводу я рада. Но, конечно же, есть свои моменты, из-за которых я расстроена, поскольку... Ну, вообще, в принципе, че уж говорить про всю эту ситуацию, да, про все эти вот неприятности, которые у нас в жизни появились. Я конкретно про вирус говорю, да, про эпидемии, пандемии, вот эти все. Ну, я очень расстроена, поскольку многие планы отменились, перенеслись, проекты. Самое, наверное, обидное для меня и неприятное это то, что мой дедушка не может прилететь в Москву. Вот. Ну, я надеюсь, что это закончится скоро и все будет хорошо, и дедушка прилетит. Около минуты осталось! А-а-а-а-а! Вот, так что в целом, в целом я рада, потому что я желаю, чтобы все люди оставались здоровыми, не болели. А с другой стороны, не очень рада. Ну, и, конечно, мелкие мои моменты, то, что скоро у меня начнут отваливаться ресницы, волосы уже у меня отросли ужасно, и как бы посеклись, что я их даже сама подстригла. Про ногти ничего не говорю, мне пофиг на ногти, хотя они тоже у меня уже скоро будут отваливаться. Но мне не так волнуют ногти, как ресницы. Вот так, ну, ничего не поделаешь. Посмотрим, какое-то время, может, со стрелками. Потому что, господи, около минуты, мне кажется, так долго! Еще 40 мегабайт. Господи! В общем, я превратилась в жуткого задрота за эти два дня, пока я не снимала на YouTube. И это просто, ребят, я не хочу ни есть, ни готовить, ни убирать. Вы думаете, я убиралась дома? Ага, конечно, уже неделя прошла, как уехал Слава на дачу, я ни разу за это время нормально не убиралась дома. Господи! 10 секунд! Тихо, тихо, спокойно. Господи, я сейчас так офигеюсь, и все это, блин, было зря, и столько всего прошла. Господи, все! Так, что дальше? Почему у меня постоянно ошибка какой-то выдает? Ну, ладно, пробуем, ничего не происходит пока. Говорит, только чтение, типа. О! Ой. Гляньте. Так, ребят, я немножко не понимаю. Во-первых, это что такое? О! Надеюсь, это не вирусы. А, я не знаю! Разрешаю. Разрешаю делать, что хочешь тогда поиграть. Ну, и где моя игруха-то? Блин, что... О! Что происходит? Я не верю, я не верю, ребята! Так, я пока не записываю никакие экраны, потому что я не понимаю вообще, куда это все вылится. Самое главное, мне сейчас вообще убедиться и проверить, работают ли дополнения, потому что это как бы из-за чего я все делала и ради чего я все это делала. Давай, пожалуйста, работай, я очень волнуюсь. У меня ничего не происходит, то есть у меня просто открылась вот эта страничка Sims. И все. Алло. У меня срочный, быстрый вопрос к тебе. Ты берешь обычно полосу зернистая дыма? Да. Так, можно взять? Какие дополнения? Нет, просто дыма зернистая. И дыма в докторской всевернике? Да. Ну, все, пока-пока. Пока. Спасибо. Карина говорит, у меня срочный вопрос, какую колбасу ты обычно берешь в магазине? Наверное, Карен сейчас в магазине нашем на районе и поедет на дачу. Повезет Карине колбасу. Вау! You can think rare collectibles by exploring. Чего вы? В чем заключается моя грубейшая ошибка? В том, что я не перевела игру на русский язык. У меня тут... Ву-ху! Вива, да не бойся ты! У мамы сегодня день рождения. Все получилось, ребята. Только у меня все на английском. Посмотрите, мои хорошие, все дополнения. У меня говорят, посмотрите, пистолет. А это... Да, конечно, рассказывай мне. В общем, скачалась такая английская пиратская версия, но нам нужно ее русифицировать. Да мне не надо этой картинки, я уже потом поиграю. Вау! Блин, пацаны! Но я что могу сказать? Конечно, спасибо вам за помощь тоже, за то, что вы мне помогали, писали. Но хочу подчеркнуть такой момент, что я просто гений. Гений. Компьютерный гений. Потому что я справилась, я справилась с этой задачей. Вим, ты понимаешь, что мама день рождения? Ты это понимаешь? Упси или нет? В общем, я очень счастливая. Я даже не знаю, теперь чем заняться. Теперь хочется танцевать, веселиться, жарить мясо. Пойду разворачиваться. Пойду разворачиваться. Вина! Вивечка, то, что мы с тобой пытались сделать два дня, удалось! Удалось! Мне нужно достать кусок мяса. Хотя и печенку так хочу. Но достану мясо. Снег! Вообще мне надо работать. В общем, я очень счастлива. И теперь я наполнилась энергией. И я смогу играть. А еще там знаете сколько всяких разных других дополнений? Для лица. Типа линзы какие-то для симсов. Еще что-то. Я смотрела, как девочка делает. Я офигела. Я теперь тоже все это хочу. Всякую одежду крутую там можно делать. Я не знаю, зачем мне это. Мне 22 года. А что еще делать-то, да? Что еще делать? Я все перевела. Я гений. Я ультрагений. Так. Дополнения. Все мои дополнения. Господи! У меня даже семья сохранилась. От предыдущего симса. Вы представляете? Моя семья. Я в шоке. Но хочу ли я теперь играть в старую семью? Мне нравится то, что у меня уже есть созданные персонажи. Господи, сколько каталогов! Ладно. На самом деле, чего мне еще не хватает? В общем, мне кажется, я сейчас столько всего нагружу. Я хочу загружать всяких дополненок для лица, потому что там есть такие крутые штуки, которых в симсе нет. То есть их надо как-то тоже скачивать. Какие-то моды, дополнения. Не знаю, это уже не дополнения игровые, а дополнения именно по внешнему виду нашего сима. Да? Все, я теперь этот... Я даже себе кофе налила, представляете? Даже неплохо получилось. Просто молока больше добавила. Ладно, давайте хоть что-то попробуем без дополнений. Я не знаю, но я очень хочу попробовать играть, но мне хочется это уже сразу записывать, но я пока еще не готова. Давайте попробуем просто загрузить игру, а вы же все равно ничего не видите. Самое главное, что меня больше всего волнует и интересует в этой жизни, это создать свою собаку. Моя ты рыбонька. Это мама тебя создает, да? Рыбонька моя. Такая зая. Ну-ка, нос покажи себе, какой у тебя нос. Смешной, красивый нос. Это же можно окрасить. Ух, какие милые собачки. Тебе же скучно. Он у нас черный носик. Боже, как похоже. Где твой носик, моя рыбка? Все, решено. Я буду снимать летсплей. Все, я не могу, так я очень хочу. Так, ребят, я тут режу мясо, болтаю с Кариной. И она мне рассказывает и показывает, какой танец она выучила для ТикТока. Пожалуйста. Я не помню песню, я бы напела. Все, все, все. Вот так. Это очень круто было, брат. Это было очень круто. Да я еще, на самом деле, вот увидите в моем ТикТоке, через 3-4 дня, когда я отточу мастерство и запишу этот танец, я буду просто бомбитой. Вот, как скажу, поет. Представляете, я никогда не играла в Симс. Вот, все. А, ну вот. То есть и важно. Как вообще твое детство прошло? Не понимаю, в Барби-то хоть играла? Во что? В Барби всякие. Конечно, в Барби и брат сыграла. Ну вот, надо было и в Симс играть. Спорт будешь делать? Ага. Ва? Ага. Да. Все готово, братцы. Кайфались, ты такой вообще не могу. Да. Вчера ночью на меня напало вдохновение. Я приготовила салат мимоза. Я выставила в сторис, в инстаграм, как я готовила салат. Ну, я думаю, что вы и так знаете, как его делать. Кто-то мне там написала картошка. Если что, я готовила по рецепту, который я люблю, который делает моя мама. Те ингредиенты, которые мы добавляем в нашей семье, в этот салат. Без картошки всякой. Поэтому, если вам нравится картошка, то, ради бога, делайте с картошкой. А у меня мясо. Вот оно такое, с лучочком. Жареное. Очень вкусно. Поищу всякие моды, дополнения для Симс, чтобы потом их быстро скачать. В общем, рассказываю, я уже с мясом переместилась сюда, в комнату, чтобы качать модификации. Я уже посмотрела несколько видосов крутых, где строят просто нереальные штуки. И я хочу сейчас все это накачать. Но проблема в том, что я смотрела какой-то американской девочке видос. И она оставила ссылку на каждый мод. То есть мне нужно будет миллион раз. Не знаю, тут был раз 300, наверное, точно. Тут мне надо будет всяких штучек сделать. Ну ладно, может не 300, но 100. Как сильно у нас изменились цифры. Офигенный ремонт в комнате. Дело просто я вообще. Взрыв мозга. Но суть в том, что я хочу прокачать свой скилл. Я не знаю. Опять же таки, вот я сейчас говорю, хочу, хочу, блин, сделаю. А потом в итоге я пойму, что мне это вообще уже не интересно. Мне уже это не нравится. Уже карантин закончился. Можно жить обычной жизнью. Но пока все так, как есть, я хочу заморочиться. И у нас, вы знаете, на даче есть дом достроенный, но внутри нет ремонта. И я хочу постараться наработать свой скилл строительства, чтобы сделать дом наш на даче и обставить его мебелью примерно так, как это может быть. То есть учесть все моменты комнат, учесть моменты лестниц, этажей и все такое. Не знаю, насколько мне это получится, но я почему-то сейчас загорелась, и я подумала, что у меня должна быть какая-то цель. Так, во-первых, вот у меня уже есть тут несколько каких-то ютуб-каналов, где сразу люди распределили по палочкам. По палочкам? По папочкам. 5 гигов. Слишком большое, не удалось проверить его на наличие вируса. Все равно скачать. Да, все верно. Чисто мой стиль. Мой муд. А качаем мы моды. Вот такая же духа. Так, сейчас это скачаем. Скачаем, потом другое скачаем. Уже спина, все затекло. Так, одежда, обувь тоже сразу качать. Все равно качаем. Сейчас я сразу все поставлю на загрузку. Я очень, конечно, с одной стороны переживаю, что произойдет с моим компом после всех этих веселых процедур. Но у меня есть цель. Я хочу играть в Sims. Я что, зря столько дней пыталась его скачать, установить пиратскую эту версию со всеми дополнениями и все такое. Я хочу выпустить несколько видосов. Мне все равно, что они могут набрать очень мало просмотров. Ну, типа, знаете, я обычно расстраиваюсь. Мне надо, чтобы видос точно набрал 100 тысяч. Потому что если он столько не набирает, то я такая думаю, ну, блин, вообще не зашло вообще. Дед, стой, фу, зачем я это сняла? И по поводу Sims, это просто чисто мое желание. Я уверена, что есть много людей, которым это по приколу, которые будут смотреть, которые такие же, как я. Возможно, я вам чуть-чуть показываю. Просто, чтобы взглянули. Ну, конечно, это сложно, это очень заморочно. Но, знаете, если бы я раньше знала, что есть только всяких приколюх в Sims, ну, это очень круто. Ну, не знаю, не знаю, мне очень нравится. Сейчас я вот просто реально в шоке от того, насколько вот, что здесь можно сделать. Вот, смотрите, что получилось у девочки. Ну, или мальчик, не знаю. Девочек, скорее всего. Вот, и это, короче, тут у него куча всяких ссылок. И это все мне по-хорошему надо скачать. Но, можно так и не заморачиваться. Но посмотрите, как красиво. Это просто восхитительно. Чудовище это мое. Ты все-таки решила эту кость взять. Ай, ты мой милый. На. Сколько раз я уже ей давала эту кость, она ее не ела, не ела. Тут решила поесть. Настолько отчаялась, зайка моя. У Вивы тут вот такая вот атмосфера. Свет я выключаю, потому что иногда она любит поспать. А когда свет, она расстраивается, идет в какие-нибудь там эти самые. Открываем маленькую щелочку. Смотрите, как красиво. Все, лежи, солнышко. Мама, тебе и окошко открыла. Мы хорошие. Мы с ней мясо пожевали немножко. Виви даже дала мясо моему маленькому, сладенькому. Чуть-чуть. А то она так плакала, так просила. Мама чуть-чуть дала. Все, играй с косточкой. Не ходи за мамой. Мама в сим сыграет. Ну, чего смотришь? Все, я ухожу. Чего все-таки пошла за мамой? У меня атмосфера. Сникерс, который, скорее всего, я и не съем в итоге. Немножко мяса. И вишневый сок. И моды. Вот, я не знаю, скорее всего, я разделю видосы. То есть у меня, типа, летсплей будет летсплей, а влог будет влог. Поэтому этот видос, скорее всего, вышел короткий. Тут я ничего особо такого интересного вам и не рассказала, и не показала. Но мы с вами старались, пытались и добились того, чего хотели. Это вот это вот все, что я устанавливаю уже несколько дней. Поэтому, что я вам хочу сказать, мои хорошие. Пишите в комментариях под этим видосом, что вы хотите, чтобы я построила, что вы хотите, чтобы я делала, что вы хотите, чтобы я вам показывала. Вообще, напишите, насколько вам интересно смотреть мои создания в Sims. Потому что сейчас я начну снимать видос, как я создаю своего персонажа с модификациями. То есть, наверное, я разделю видосы Sims на много разных частей, но они все будут выходить очень часто. Возможно, несколько раз в день даже. Я не знаю. Я не знаю. Это просто я вам говорю, как я планирую, но не знаю, как получится в итоге. Насколько мне хватит, потому что помимо игры в Sims у меня есть еще другие какие-то дела домашние, несмотря на то, что выходить никуда нельзя. Но, блин, столько всего. Я думаю, что мне просто закачать все эти штуки уйдет тоже очень много времени. Но я так хочу все это. И, судя по тому, что я вижу в интернете, такие видосы набирают немало просмотров. То есть, тут самый обычный видос типа 90 тысяч, некоторые 260, 290. В общем, все. Я думаю, что вы меня потеряли с этого момента. Поэтому пока. Так что мой план. Сейчас я создаю все, добавляю все модификации, которые более-менее необходимы мне в начальном этапе. Это для лица, для макияжа, одежды. Создаю Симов. Создам нашу со Славой маленькую семейку. Это я, Слава и Вивьена. И дальше у нас уже будет момент строительства дома. Но дома не дачи, а именно просто нашей какой-то квартиры. Либо дом. Я не знаю, где я буду жить. Именно. Но, в общем, дальше у нас будут вот такие моменты. Это то, что я планирую сделать в ближайшее время. И потом уже посмотрим, возможно, на жизнь нашу с ним совместную. Возможно, родим ребенка. Я не знаю. Все это в игре. И потом уже я, наверное, если мне понравится, если я прям заморочусь, я думаю, что мне понравится, учитывая все модификации, о которых я раньше не знала. Все это выглядит как реклама игры Sims, но я думаю, что Sims не нуждается в рекламе. Суть не в этом. Суть в том, что я очень хочу приступить уже к игре. Поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно узнать эту информацию от меня. Надеюсь, что вы оставите в комментариях что-то классное. Напишите, что вообще ждете от меня и хотите ли вы увидеть, как я играю в Sims. Но я хочу, чтобы это было прям, ну, чтобы затягивало, знаете, чтобы увлекало. Потому что то, что я смотрела на YouTube от других блогеров, где они играют в Sims, где они что-то строят, для меня это был взрыв мозга. Я смотрела как любимый сериал. То есть я уже на протяжении двух дней смотрю, как люди играют в Sims. И я не могу. Я схожу с ума, насколько мне это интересно и насколько мне это нравится. Поэтому я думаю, что вы все поняли. Надеюсь, что все было нормально. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.